Я там есть, слава богу! Украинские певицы? Тебе как вообще с этим статусом живете? Ну, я себя никогда не... Знаешь, я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной песне года, ни в одних каких-то... Меня просто так получилось, что сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Плюс еще считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в Виагру, мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. То есть я изначально, вот 16 лет назад, я начала гастролировать, я гастролировала по всему СНГ и по всему миру. Ну, мы можем сделать Яндексу официальное объявление, чтобы они переписали с украинской певицей на певицу или на российскую. Яндексу официальное объявление, чтобы они переписали, я赤ли, украинскую певицей на певицу или на русскую певицу или на русскую певицу или на русскую певицу или на русскую певицу? Я говорю, что ты там делаешь? Она говорит, а что такое? Ты козявка какая-то маленькая. Но по-украински так и не разговариваешь, что у нас просто этим не с кем. Потому что я из Киева, а сама я исторически из Томска. У меня бабуля и дедуля живут в Томске до сих пор. И тетя моя, привет. Ну, может быть, вы будете смотреть. Поэтому я русская, я в Вильню, владею украинскую мову. Мы же с вами поразмовлят, и Алэ, я все обожаю. У вас позиционирование при этом украинской, да, певицы? Написано украинская певица? Нет. Вообще, меня уже тысячелетно не называют никто украинской певицей. Меня даже не размещают ни в одной украинском рейтинге украинских певиц. Меня это все время так это беспокоит. А, беспокоит все-таки, да? Ну, конечно, там проводят конкурс «Самая красивая украинская певица». Я смотрю, значит, 50 девочек, а меня там даже не размещают. Я спрашиваю, чего они говорят, а ты же тоже не украинская. Непалиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Скажите, пожалуйста, вот права, у тебе не написано, что вы украинская певица. Ну, потому что коллектив. Ну, потому что коллектив, да. А вот вы себя ощущаете, как вот, если бы вам надо было выбрать, я понимаю, что раньше было проще. Союзская певица, так сказать, представляет все республики. Вот если бы выбор стал украинский или российский? Ой, слушайте, ну, я всю жизнь жила в России. Да почему же сложно? Я всю жизнь жила в России и в Украине, в принципе, в Украину я попала впервые, наверное, ну, после 20 лет. Ну, какая я украинская, ну, скажите. Спасибо. О, спасибо. Спасибо. Хорошо. А как вы относитесь к тезису, что украинская музыка гораздо более напевная и там гораздо богаче в этом смысле потенциал этого языка? Нет, я так не считаю. Нет? Нет, она не напевная. Украинская музыка – это русская музыка, по сути. Конечно. Ну, конечно. Ну, конечно, это южно-русская музыка. Помнишь, был фильм в августе 44-й, я музыку писал, и там был один человек, который говорит, что это южно-русский диалект. Помнишь текст такой? Украинская история – это южно-русский диалект, это южно-русичи. Никогда не надо забывать о том, что так получилось, что они сделали свой собственный проект государственный. Вот они его так видят. Я бы к этому относился по меньшей мере с уважением. С уважением. Ну, сделаем ей хорошо. На мой взгляд, зря. На мой взгляд, зря. Но это мой взгляд. Я частное лицо. А как вы начали заниматься? Вы сразу петь начали, да, то есть, или вы музицировали на чём-то? Я с детства занималась хореографией вообще там. И после переезда в город Киев, я начала, мои родители начали искать студию танца, да, или школу какую-то, куда бы я могла пойти, продолжить. Родители ради вас переехали или просто переехали, потому что так сложились обстоятельства? Родители, папа наш уехал там за три года до того, как мы уехали работать в Киев. И вот он сказал, что я вот сейчас поработаю немножко, я сниму квартиру и перевезу вас. Но так вот и получилось, что мы жили три года, ну, около трёх лет, наверное, с мамой. Папа приезжал только, когда у него были там выходные, отпуски и так далее. И потом настал момент, когда он позвонил, сказал, всё, я готова забирать, теперь мы переехали в Киев. Конечно, в 12 лет для меня это была трагедия, потому что, ну, друзья, понимаете, там, вся жизнь, школа и... В 12 лет легко новые находятся, в общем-то. Ну, возможно, но в тот момент, понимаете, мне казалось, что это друзья на всю жизнь. И больше у меня лучше не будет. Иногда так и бывает, что на всю жизнь, да. Ну, да, ну, так не случилось, потому что вот всё-таки такое расставание, ну, оно, наверное, тяжело поддерживать отношения, тем более в таком возрасте, да. Вот, и после переезда родители начали заниматься поиском студии танцевальной. И вот куда бы я ни пришла, мне казалось, что что-то не то, как-то мне не нравится, и педагоги не такие. И вот в моём городе Свердловске всё было на самом высоком профессиональном уровне, понимаете, а здесь всё не так. Вот, и тогда всё закончилось тем, что папа нашёл объявление в газете и говорит, вот, ты не хочешь пойти петь, попробовать попеть? Он у меня в юности был в группе, играл на гитаре, пел, да, то есть у них такие ребята были нарасхват. Гены всё-таки там пробились, да. Да, и он говорит, ну, попробуй пойди попеть, может быть. И я говорю, ну, возможно, давай, может быть. И вот он меня записал, нашёл объявление в газете просто, там такая школа развития для ребёнка, там хореография, вокал, актёрское мастерство, сценическая речь, это всё, там, ну, такое хорошее задействование ребёнка, да. И я, мама меня повела на прослушивание, вот я спела песню «Куда уходит детство». Ну, вы ведь в 12 лет, вы говорите, вы переехали, да, в Киев? И я где-то читал, что именно с 12-летнего возраста вы с Настей Каменских дружите. Вот, с приходом в эту студию, она там была, да, она уже была там, и мы познакомились, начали встречаться на групповых занятиях. То есть у вас давнишняя дружба уже, в общем, половину жизни своей вы дружите. И год назад вы планировали дуэт с ней какой-то сделать, нет? Мы планировали, да нет, слушайте, это просто всё приятно. Ну, да, это просто, ну, понимаете, когда журналист задаёт вопрос, а не хотели бы вы дуэт с Настей Каменских? Хотела бы, да? Ну, нет, не то, чтобы не хотела бы или хотела бы, просто, естественно, мы с детства знакомы, конечно же, мы пели вместе, у нас были песни, которые мы пели там дуэтом с ней вот в нашей этой студии, да, вокальной и так далее. И, естественно, мы мечтали о том, что мы вырастем, станем суперзвёздами и запишем дуэт и так далее. И когда журналист спрашивает, ну, конечно, мы говорим о том, что, ну, да, возможно, ну, жизнь ещё длинная, то есть всякое может быть и так далее. Но, конечно, удивляет заголовок, когда Настя Каменских и Ева Башмина запишут дуэт, то есть, понимаете? Это же хороший заголовок, сразу интригурует. Дело в том, что суть как бы разговора и ответа была не такой, поэтому... Ну, это уже наши штучки, журналисты, да. А с Альбиной тоже, да, дуэт не будет? Я и про Альбину тоже читал. И тоже не будем, как и с Настей? Ну, я не знаю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Я читал, по-моему, в одной из бесед ваших или в очерке о вас, что в детстве вы думали, что вы станете как бабушка. Вас же в честь бабушки Надеждой, да, назвали, нет? Моей папиной мамы, да. Да, в честь бабушки. Что вы станете так же, как она, дояркой. Это правда или это легенда? Да, это правда. Я в детстве, там, года два, меня бабушка брала с собой на ферму. Вот. Я ей говорила, что, ты знаешь, я когда вырасту, я обязательно буду с тобой ходить на ферму. Мне казалось, что она будет всегда молодой. Вот. К сожалению, так не бывает. А бывают доярки с фамилией Мейхер? Не знаю. Да? Ну, а у бабушки какая, кстати, была фамилия? Вот. У маминой мама Щерба. Ага. А вот я так понимаю, что псевдоним вам придумал, две версии существуют, что Меладзе и Костюк. Вот разные, как бы, версии в интернете. Кто на самом деле предложил вам стать Грановской? Мне предложил Костюк. Ну, мы даже не то, чтобы он предложил, а мы как-то даже вместе сидели. И вот Виа Винницкая, как вариант расшифровки этого коллектива. Агра, Агра, Агра. Вот мы там что-то придумывали Грановской. А, то есть это чтобы это как-то коррелировало с Виагрой, да? Ну, понимаете, дело в том, что на тот момент почему-то нам показалось, что Мейхер, она вообще уникальная фамилия. С такой фамилией встречаются люди очень редко. Ага. Вот, поэтому вот как-то вот режет слух нам казалось немножко, Мейхер. Хотя мы были неправы, безусловно. Я горжусь своей фамилией, и я не считаю, что она режет слух. Потому что вы телевести стали как раз вот под своей оригинальной фамилией. Это ваше тоже решение было или продюсерское? Да, мое решение, безусловно. А безусловно, то есть все решения всегда ваши, потому что мне казалось, вы работали в девичьем коллективе, начали очень рано, то есть вы совсем были все девочки, в общем. Ну, не все, но я, да, я пришла, едва ли вас исполнилось 18 лет. Ну, в общем, дети на самом деле. Ну, я самая молодая, да, была. Ну, а мне кажется, что... Так, где у нас... А, я пытаюсь их контролировать. Вы все бегаете, что вы их контролируете? Да, потом они куда-нибудь забьются, забьются куда-нибудь. Вы обратили внимание, что они совершенно не певчие, они не поют. Ну, это просто люди есть, они могут их собрать. Ну что ж, люди все заняты работой у нас. Поэтому моя задача, чтобы они не разбежались, как задача была у Меладзе, чтобы вы их все-все не разбежались. Может, мы их летку поставим? Нет, нет, это же кошки, они любят... Спасибо за сравнение с кошками, да. А что, вы считаете, это обидное сравнение? Кошка очень зависимое животное. Может быть, не... Ну, я же говорю, поэтому спасибо большое за сравнение. Вы меня сейчас троните? Подождайте. Я не пойму, потому что вы загадочная такая, как бы, девушка. Очень не пойму, что у вас на уме. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».